Итак, это естественно Стар Дивали, мы с вами продолжаем, у нас с вами осень второго года, напоминаю, пару дней не было выпусков, я на самом деле сам уже соскучился по игре, просто не было возможности записать, целый день был за рулем. Так что давайте смотреть, предсказательница. Духи сегодня очень рады, они постараются в классный мешок, удачи, это хорошо. Что я хотел сегодня сделать, у нас с вами есть задание, гоблин сторож, соответственно нам нужно понять, что ему нужно дать, чтобы он нас пропустил. И я абсолютно точно, давайте сейчас к Пенни подойдем, абсолютно точно видел в книге какое-то упоминание о гоблинах, книга естественно в библиотеке. Ты уже знаешь, что мы поднесем завтра на выставку товаров? А, Пенни, не знаю, честно говоря, скорее всего легендарную рыбу отнесем. И опять же, сегодня у нас с вами день рождения, вот у этой мадам Сэнди, это первый ее день рождения, то есть у нас с вами естественно второй год, мы ее раньше не знали, я честно говоря вообще не знаю, что она любит. Че происходит? Новая запись? Уф, привет, Олег, уф. Подниматься сюда пешком настоящая тренировка. В смысле подниматься? Да брось. Ну так вот, я зашел пригласить тебя сегодня к нам на ужин. Приходить не обязательно, но если все-таки решишь зайти, не захватишь с собой большеротого окуня? Большеротого окуня? Че? Да именно, большую и скользкую рыбу из озера, она мне нужна для запекания. А для запеканки? Ладно, сегодня у нас дома в 7 часов, не забудь большеротого окуня, пока. Ну ладно, принесем. У нас пшеничка поспела, но не вся. Так, окей. Кэролайн присылает мне цветную капусту. С нашего маленького огорода, она постоянно что-то присылает, прикольно. Нет, есть не нужно. Не нужно это кушать. Дальше. Хочу напомнить, что ярмарка завтра, 9 предметов. Ну да, Льюис, это я помню. Я быстренько загуглил, что она любит, а любит она на самом деле цветы. И у меня как раз таки есть, крокус, у меня 5 штук. Ладно, хорошо, а я могу тогда телепортнуться быстро? Просто я не хочу ждать, платить 500 монет, я хочу просто быстренько телепортнуться. Быстро оттуда вернуться, потому что обратная дорога-то будет бесплатной, если не ошибаюсь. Это мы сейчас с вами, кстати, проверим. Давайте, прыгнем туда. Возможно, еще, кстати, не открыто у нее. Там кокос был, нужно будет собрать. Ну-ка, с 9 до 23.50, хорошо. Кстати, допоздна работает. Опа. Золотая маска. Ну, это Гюнтро, естественно, все. Это хорошо, что мы нашли. То есть уже можно сказать, что мы сюда не зря пришли. То есть 8-10 я... А, я даже порубить не могу. Нам нужно забрать наш ридевый топор. Сэнди, привет. Я предлагаю, давай просто поговорим для начала. Есть, хорошо. Так раз, что автобус снова ходит. Это понятно, это стандартная фраза. Держи тебе цветочек. Угу, я надеюсь, что это действительно любимый. Я ни в чем не ошибся. Ну-ка. Кстати. Стоп, она прям взлетела куда-то там, да? Вот, у нее сразу 4 сердечка. И это любимые подарки, отлично. Так, продаешь что-нибудь новенькое, скажи? Семена свеклы, сезонная. Ну, тогда бывай, я побежал домой. А, я сам за рулем. Я сам за рулем. Я только сейчас отобрал внимание. Ладно, хорошо. Это, естественно, было бесплатно. Так, что я хочу дальше? Подожди. Рыбная запеканка, гоблин сторож. Да, я хотел сгонять, естественно, забрать топор. Ну, давайте это и сделаем. И мы с вами не просто так туда придем. О, то Пэм только-только идет. Я уже съездил туда-сюда. Она даже не заметила. И я хотел глянуть, может быть, какие-то задания есть. Морское перенаселение и охота за материалами. Она хочет древесины. Тысяча единиц. Материалы можно оставить себе. Давайте выполним вот это задание, потому что нам древесина так или иначе понадобится. Я хочу еще много строить. И выполнить его сейчас будет легко. Тем более, я хочу протестировать топорик. Тем более, я топор хочу протестировать, действительно. Клин, здорово. Спасибо. У меня, кажется, для тебя ничего нету. Камни с собой таскаю зачем-то. Да, для тебя вроде ничего. Гюнтер, для тебя у меня есть маска. Маску положим, ну, вот сюда, например. О, новый подарок, это хорошо. Подарочки я люблю. Че, дашь? Эм, тотем-ферма. Слушай, это на самом деле классный подарок, потому что у меня закончились, мне не хотелось крафтить. И я хотел найти книжку. Рыбак. Записки от Гюнтера. Чолокулан. Это, наверное, что-то на Дварском. О собирательствах. Советы фермеру. Стоп. Гоблины. Эм, Джаспер. Вид, известный как гоблины, возник, по всей видимости, в лесах на Северо-Востоке за Блюмайер-Хиллос. Неопытных путешественников могут напугать характерные для гоблинов зеленая кожа, ярко-красные глаза и дурной запах. Несмотря на свой страшающий вид, гоблины обладают близкими к человеческим эмоциями и им, и интеллектом. Ага. А также не испытывают больших трудностей в изучении человеческих языков и обычаев. Гоблины, которых я встречал, были добродушны и приветливы, когда я дал понять, что не хочу причинять вреда. К сожалению, многие века недоверия и неуважения со стороны людей толкнули многих гоблинов на путь черного колдовства, и они стали ведьмами, чародеями и некромантами. Традиционный рацион гоблинов состоит из личинок, а именно больших и сочных личинок, обитающих в родном лесу гоблинов. Для особенных случаев у гоблинов припасен так называемый майонез пустоты. Пожалуй, это блюдо считается самым изысканным в гоблинской кухне. А вы, кстати, писали, что у Крокоса продаются яйца. Да я и видел, мы это же сами в выпуске видели, что у него магазин есть, и там яйца пустоты, я так понимаю, что тут будут куры пустоты, курицы пустоты, да, и из них уже, то есть из их яиц можно будет сделать майонез. Но, у меня вопрос вот следующий, то есть, можем ли мы просто купить у него яйцо и просто сделать майонез? Посмотрим. Да, я снова здесь, привет. Вот, яйцо пустоты. Просто покупаем 5000. А что еще у тебя есть? Символ сосуда, звездные капли, это прикольно, кристальное покрытие. Создавайте дорожки на улице или украшайте полы в доме, 500. Давайте купим. Статуя какая-то из жезла возврата за... Слушай. От заключенного в нем энергии поднимите его к небу, чтобы мгновенно принестись домой. Два миллиона? Реально, два миллиона. То есть, но в принципе мы сейчас уже на данный момент заработали 765 тысяч. Это вполне себе такая реальная сумма, чтобы, ну, я имею ввиду, заработать два миллиона. Это не так сложно. Хм. Я хочу себе такой жезл. К ним нам нужно зайти... О, привет. Хелли, стоять. Стоять. Даже не знаю, что тебе дать. Давай обычный дам. Тебе же без разницы. Так вот. К ним мы с вами заходим в 7 часов вечера. Это твое любимое, я знаю. Кстати, а по отношению нас что с тобой? Там вроде все тоже должно быть неплохо. Ага, последнее сердечко осталось набрать. Но дальше мы не можем продвигаться, потому что мы уже женаты, естественно, на пене. О! Секунду. Класс. Он сделал рубин. То есть, рубины делаются гораздо быстрее, чем алмазы. И есть смысл тогда просто поставить еще один еще один кристалляриум, тоже закинуть рубины, они будут как раз производиться, а за них покупать вот эту еду. И ничего не ловить, не сажать эти перцы дурацкие, просто вот таким образом их покупать. Слушайте, это на самом деле довольно-таки выгодно. Это не здесь должно лежать, секундочку. Я где-то это храню на самом деле, а где я, честно говоря, не помню. А может, не храню нигде. Так, она сказала, что близ широтого ока не нужно поймать здесь, в озере. Ну, я надеюсь, что здесь, на самом деле, что ничего не путаю. Давайте попробуем. Потому что это, на самом деле, летающая история, то есть... Я вообще не помню, ловил я его или нет. Может быть, одна рыбина была, но я просто продал ее. Хорошо. Так, что-то жесткое. Хорошо, окей. Вот сейчас прикольно будет если с первого раза. Да, отлично, это он. Все правильно, да, у нас такой был. Это он. А, я яйца забыл выложить. Так, здесь вроде больше ничего, то есть мне точно, я хотел вот сюда заглянуть и проверить, может быть, я что-то выполнил. Нет? Нет, ничего не выполнял. Так, у нас с вами появляется майонез пустоты, то есть в этом выпуске мы, скорее всего, с вами как раз сходим и отдадим его. Так, есть, это все закрываем. 18.20. Может съедим что-нибудь, а? Давай самый... Сколько он там? О, нет, он мало восстанавливает. Я думаю, что ничего со мной не случится. Ну, что может произойти? У меня же кровотечения нету никакого. Да не, нормально все. Но вообще странно, что меня Джоди приглашает туда к себе, типа, чего, на ужин? Как раз, 19. Привет, Алекс, проходи, пожалуйста. Вообще, супер странно. А, я так рад, что ты здесь, Алекс. И даже рыба у тебя с собой. Чудесно. Сэм, не поможешь мне почистить рыбу? Да, мам. Или мэм, он сказал. Мэм? Или мам? Шлеп. Ого, выглядит здорово. А пахнет так как свежее. Спасибо тебе за хлопот, Алекс. Кен тоже поймал рыбу, но он ее один всегда съедает. Чего? Почему? Чего? Хе-хе. Что за бред? Это что-то как по-свински. Мм, окунь с хрустящей корочкой был великолепен. Апонировка просто мечта. Я почти чувствую себя частью семьи. С какого перепугу мы часть их семьи? Ну ладно, мы можем просто быть друзьями, но... Это, блин, странно сейчас было. Вообще странно. С кем у нас поднялись отношения? С ней поднялись или нет? Ну-ка, Джоди 4, Кент 3. Ладно, бог с ним. С Ли я не поднимал отношения. Густая черная паста с запахом сжженных волос. Фу, отрад. Интересно, что из него можно сделать? Минус 75 энергии. То есть, может быть, какой-нибудь яд или еще что-нибудь типа того. Без понятия. Сейчас главное его не съесть. Давайте, аккуратно. Нет, это не то. Вот это. Аккуратненько передаем. Странно будет, если это будет не то. Пронихивается. Этот запах. Я не могу стоять. Дай сюда. Спасибо. Ладно, пошли посмотрим. Нам нужны были чернила. Если не ошибаюсь, вот эти, да? Окей. Вы нашли волшебные чернила. Верните их волшебнику. Сделаем. Здесь что происходит? Темный алтарь эгоизма. Ваши дети обратятся в голубей и улетят прочь. Положить радужный осколок на алтарь. Ты что издеваешься? Здесь. Темный алтарь памяти. Статуя будто смотрит сквозь вас. Древняя магическая защита падет и по ночам на ферме станут появляться чудовища. Положить на алтарь странную булочку. А зачем это? Не, ну вообще это можно сделать по приколу. Интересно, куда это сейчас кинет меня. Опа. А здесь еще алтарь. Пожертвовать 500 и изменить свою внешность. Да. А могу я... Ммм... Подожди. Волоса да нет. С волосами-то все в порядке. Вот. Борода-борода. Отврат, отврат, отврат. Не, ничего больше менять не будем. Мне это нравится больше всего. Ладно, плевать. Ну-ка здесь что-нибудь. Лестница. Чего сейчас? Тебе удалось найти мои чернила? Превосходно. Эта лестница вела к нему? То есть это тайный проход. Они там видели, что ли? Эм... Ну-ну. Тебе не встречалась там моя бывшая жена? Нет? Нет? А что скажешь о ее доме? Как думаешь, она живет там одна или... Знаешь, лучше ничего не говори. Я не хочу об этом знать. В общем, вся игра про отношения. Понятно. Итак, тебе, наверное, интересно, какая тебя ждет награда. Вот. И все же. Че-то такое было. Это книга призыва. Она обладает невероятно магическим потенциалом, но я объясню тебе все по-простому. С ее помощью ты сможешь призывать волшебное здание прямо к себе на ферму. Волшебное здание? Думаю, эта книга будет тебе полезна. Хм. Спасибо. Окей, ладно. Договорились. А какие волшебные здания мы можем призывать? О! Вы видите этот тайный проход? Реально. Ну-ка. Домик Джунима. Джунима соберут для вас урожай вокруг своего домика. 20 тысяч золотых карамбола волокна. Что еще есть? Обелиск земли телепортирует вас в горы, на пляж, в пустыню. Шикарно, блин, золотые. Часто слушай, это прям... Это прикольно, но это дорого. Но это прикольно, но это дорого. Ладно, давай, спасибо. Вот это действительно было мощное задание и награда очень классная, полезная. В принципе, ну, да, с этим мы с вами разобрались. Я думаю, сейчас у нас просто 9 часов вечера. Особо ловить рыбу-то я не хочу. Я хочу сейчас по-быстренькому разобраться, что у меня здесь происходит. То есть, поставить, например, яйца есть в большом количестве. Соответственно, мы сейчас с вами берем 6 яиц и ставим делаться майонез. То есть, немножко деньжат заработать, потому что денег мало что-то стало. Естественно, молоко можно поставить, делаться сыр. Мне кажется, это самое правильное решение. Давай то же самое провернем сейчас. Вот этим местом, как я и сказал, будем заниматься либо зимой, либо в следующем году, потому что сейчас на это время просто не хватает. Видите, уже вечер, то есть, день заканчивается. Я хотел сделать еще несколько бочек, поставить их здесь в ряд. У нас с вами для этого есть все необходимые ресурсы. Дубовая смола имеется. А, все, я понял, что мне нужно сейчас сделать. Мне нужно идти рубить древесину для Робин. И, естественно, потом при помощи этой древесины мы с вами будем бочки делать и все остальное. И давайте протестируем тогда топор. Че бы нет. Вот тут у нас, ех, отвратительное место. Так вот, тут у нас с вами дерево выросло, которое здесь, в принципе, не нужно. Два удара по стволу и один по корневищу. Ну, блин, это вообще, это очень быстро. Я просто сейчас кайфую от этого. Потому что что у нас было до этого? Золотой, но он был примерно такой же, как железный. Не шибко лучше. А вот этот прям гораздо лучше. В разы. Так, я доволен. Мы с вами сегодня очень много дел сделали. Завтра ярмарка. Опа. Собирательство? Так, секундочку. Вздымщик. Вы продаете сироп на 25% дороже. Сироп? Нет, спасибо. Из любого дерева может выпасть твердая древесина. Дровосек. Я просто сироп вообще не продаю. Вот там вся фишка. Давайте лучше дровосека. Посмотрим, что у нас с вами сегодня происходит. Прогноз погоды. Приближается буря. Так, а предсказательница? Сегодня духи в добром расположении. Ну, нормально. Только сегодняшний день у нас, по идее, как прилетит очень быстро. Пенчик, привет. Сегодня мне нужно в город. Да ладно, нам всем нужно в город. Сегодня у нас праздник. Или ярмарка, или что-то типа того. Сынеча, здорово. Так, мы с вами. Что мы с вами сейчас делаем? Я думаю, что забираем всех легендарных рыб и несем их на ярмарку. Я не знаю, это поможет нам ее выиграть или нет. Я очень сильно на это надеюсь. Давайте забираем это добро. Кстати, интересно, а в магазине что-нибудь обновилось? Потому что в прошлый раз я купил здесь абсолютно все, что есть. Редкая пугало, шляпа, перечные бомбочки, скорость плюс один. А что такое 250 звезда? Панированный жгучий перец, фаршированный сыром. А, это звездочки, это ценники. Все, 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 проехали. Что-то я туплю. Ну что, давайте выкладывать. Интересно, как это все будет выглядеть. Ладно, хорошо. Это сюда, это сюда. Вино положить можно? Можно, отлично. Значит, карамбола, древний плод, сладкие, сочные ягоды, ярко-красного цвета. Отлично. И это идет сюда. Так. Льюис, пожалуйста, давай, осматривай. Ну, Алекс, вот настал большой день, наш самый главный праздник в году, ярмарка Долины Стардио. Если желаешь участвовать в выставке, я стал для тебя пустой лоток, это все стандартно, естественно, и даже вещи те же самые у всех. Да, мой готовый лоток. Давай. А у тебя еще там черника, помидоры, тыква, красная капуста, тут реально редко яйца, простенькие. И вот это я даже не знаю, что такого. Я надеюсь, что я выиграю. Леби Кел, привет, как дела? Во всех играх я уже победил, и что дальше? Купи себе что-нибудь. А за первое место у меня звезды просто отдаст или что-то хорошее. Причем у него надпись Пьер. Морель Льюис закончила оценку, погодите с ним, чтобы узнать результаты. Ну, давай. Поздравляю, ты на первом месте со счетом 93. Твой приз тысяча звездных жетонов, используй их с умом. И не забудь забрать с собой все со своего лотка. Ну? Ладно, хорошо, мы с вами выиграли, это приятно. То есть, на самом деле, с таким лотком теперь можно каждый год выигрывать. То есть, со всеми этими легендарными рыбками. Ну, чё, как дела, Пьер? Не могу поверить, что я проиграл. Ага, именно так и есть. Ну да, я не победил, но было приятно показать всем плоды моих трудов. Это нормально. Вели. Ого, как мне мало очков-то дали. Видать, не уважает мэра нашли весь рыбалку-то. Ну, ладно, чего уж. Да, я помню, он не любит рыбу. Помните, он как раз зимой тоже там, фу, вонючая рыба, все дела. Ну, давайте посмотрим, что на тысячу можно купить. То есть, нам ничего не нужно там. Мы всё покупали. Вылупилась новая ящерка. Класс. Максимус. Окей, отличное имя. У нас с вами теперь две ящерицы. Принесу сейчас третье яйцо сюда. Кстати, странно, что Мэр Льюис действительно дал мне победу, если он рыбу не любит, но, видимо, из-за того, что она просто легендарная и всё. Давайте. А, нет, ничего есть не нужно. Ты чё, с ума сошёл? Сюда кидай. Фига себе там поедать легендарных рыб. Ладно, всё хорошо. Зелёный коврик есть. Предположим, будет вот здесь вот. В следующем году купим, ещё один тоже поставим. А, подожди, у меня же есть такой коврик. Я же вроде покупал. Вот он. А его поставим вот сюда. Просто для симметрии. Ну, что, следующий день? Так, королеву соуса посмотрим, что это даёт. Тортильи, это мы с вами знаем. Дальше. Предсказательница. Сегодня нейтральная. Так, я что-то забываю. У меня такое ощущение, что я реально что-то... А, нет, всё правильно. Мне нужно взять яйца и... динозавровые положить туда в инкубатор. Сегодня мне нужно в город, хорошо. Всё, как всегда, ничего не меняется. Привет. Интересно, скоро вам вырастет или нет. Тут у нас с вами в осю идёт дождь. Я вчера ничего не посадил, но просто не успел на самом деле. Все у нас с вами сегодня сидят по норкам своим. Динозаврики нифига не несут яйца. Чё за история, а? Динозавры. Работаем. Вот у нас с вами три яйца. Здесь закончена постройка вот этого как раз курятника. Я думаю, кого мы с вами сюда переселим? Здесь есть инкубатор, да? Инкубатор есть. Правда, здесь нет автоматической раздачи еды. То есть, чтобы туда автоматически попадало, нам нужно немножко сена собрать. Во, хорошо. Я просто думаю сюда закинуть именно как раз динозавров, чтобы они здесь спокойно жили. Чтобы у них был свой собственный курятник. А как мне это сделать? Сейчас проверим. Как мне это сделать? Продать, сменить дом. Хорошо. А, вот так вот, это легко. Вот сюда, окей. И тебя тоже перекидываем туда же. А рубины реально очень часто появляются. Хорошо. А это значит, что нам действительно нужно делать еще один кристалляриум. Ну-ка. Аккумулятор. Два эридевых, пять золотых, 99 камня. Так, два эридевых, пять золотых, 99 камня мы с вами просто возьмем вот так вот. Естественно, аккумулятор. Это прям очень... Это на самом деле просто безумно круто. А я что, четыре взял что ли? Да, четыре взял. И вообще-то их можно взять да переставить куда-нибудь в дом, потому что здесь они как-то фигово стоят, не находите? Давайте, крафтим. Поставим здесь и тоже в него рубин положим. Все, новую партию пшеницы зарядил. Через пять дней она у нас с вами поспеет. Это пока что с вами сбрасываем. И, естественно, пошел дальше рубить. То есть, нарубить осталось буквально 500. Вот это просто кайф. В три удара. То есть, в два удара дерево падает, и в третий удар у тебя падает как раз, точнее, пень срубается. Это просто шикарно. Так, вот это все на самом деле нужно убирать, это все мешается. И, кстати, ты так сейчас подумал, а ведь у Робина действительно нету таких инструментов. Все хорошо выполнено. Действительно, у нее же нету таких инструментов, потому что ни у кого не было доступа в шахты в те, в пещеры черепа. Соответственно, никто не мог добывать ряди, и откуда им взяться. У нее там был какой-то древний топор, вообще страшный. А у нас с вами сейчас получается лучший инструмент вообще в городе, и она-то получается и лесоруб одновременно, и плотник, так что, да уж, лучше ей не рассказывать, какие у нас инструментики. Я не знаю, что сейчас вообще, какая реакция будет на все это дело. Да, у нас появляется красивый цветочек, еще один. Ну, не цветочек, а украшение, по большому счету. Я вот думаю, что куда тебя поставить? Пускай здесь пока что стоит. Вот эту штуку я хотел отсюда убрать, она здесь, ну, не знаю, не к месту. А эта пускай стоит здесь. И вообще, я хотел сегодня пораньше лечь спать, потому что, вроде все сделано, все полито, все выполнено. Да, просто пошли спать, и все. Ну, и предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить. Сегодня у нас с вами, кстати, 2500 мужа получили, она нам напишет какое-нибудь письмо, скажет там какие-нибудь пару добрых слов об этом деле. Сегодня, день рождения у Марни, обязательно сходим, а самое главное, сходим к Вилле, узнаем, что-то на самом деле с лодкой. На это пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.